Всем огромный привет! Меня зовут Карина. Сегодня у нас продолжение моей маленькой, но я надеюсь перспективной рубрики, которая называется «Парфюмерная география». Суть ее в том, что я в ней знакомлюсь, сама и знакомлю вас с ароматами тех стран, которые далеко не сразу у нас приходят на умном, когда мы говорим о парфюмерии. Ну то есть всегда есть какой-то набор стереотипов, клише и в конце концов есть правда лидеры рынка. Поэтому когда мы говорим о парфюмерии, о чем мы думаем в первую очередь, конечно, Франция, Великобритания, даже скорее Англия, Италия, страны Персидского залива, Соединенные Штаты, в меньшей степени Испания, Швеция, Япония, Германия. Да, пожалуй, что и все. Когда-то, когда было давно, это было правда так. Просто потому что производить парфюмерию могли те страны, в которых а, был достаточно высокий уровень культуры, а б, эти страны находились в тех зонах, где можно было получить сырье. Соответственно, если вы живете, ну, например, на севере Канады, то технически вам получить экстракт Жасмина будет несколько сложновато. Если вы живете на севере России, соответственно, тоже. Однако мир все более глобален, у нас все больше объединяются рынки, стираются границы, и, соответственно, там самое тяжелое время, длительное время перевозки сырья на самолете из одной страны в другую, это, наверное, ну, сколько? Ну, двое суток, да? И то это, наверное, ну, прям шарик облететь. Да и вообще, наука шагнула вперед, поэтому сырье производится на заводах, это синтетика. Да, и, как вы знаете, производить синтетические жасминовые какие-то аддоранты можно, собственно, и в Заполярье совершенно легко. Конечно, границы, как я уже сказала, стираются, и поэтому в целом такие вот региональные понятия, если мы говорим о каких-то крупных производствах, они уже незначительны. Парфюмер из Италии может прекрасно работать на какой-нибудь американский бренд, это парфюмер из Америки, трудится на заводе Такосага в Японии, и вот все это, естественно, перемешивается. Но, тем не менее, есть какие-то небольшие марки, которые появляются в разных странах. Возможно, в тех самых, там, топ, сколько у нас, 9 получилось, да? В тех самых топ-9 парфюмерных стран, но они пока маленькие и не очень сильно известные. В Америке, например, такого достаточно много. А может быть, это какие-то новички на парфюмерной карте мира. Всякое, в общем, может быть. Мне действительно стало интересно. Ну, во-первых, потому что большую часть того, что представлено на российском рынке, я уже достаточно неплохо знаю, или оно меня вообще не интересует. Во-вторых, парфюмерия – это классные истории для меня. Я люблю слушать истории, духи мне их рассказывают. Поэтому в этом плане мне интересно знакомиться с какими-то разными новыми брендами, которые, не знаю, практически никто, кроме меня. По крайней мере, очень ограниченные круги лиц. И вот таким образом эта рубрика родилась. Я рассказывала вам уже о Швеции не в контексте Байрэйда и не в контексте Вильгельм Парфюмерии. Я рассказывала о Казахстане. И сегодня у нас на очереди Финляндия. А именно бренд под названием Накуна. Ребята прислали мне сэмплы еще довольно давно. Но я их как-то попробовала, попшикала, поносила на себе по разу, отложила с мыслями о том, что надо будет что-нибудь с ними сделать и, собственно, забыла. Недавно я о них вспомнила, перепробовала все заново. И вот сейчас я хочу вам о бренде рассказать. О Финляндии. Как у всех соседей, да, у нас с финнами есть там большой набор стереотипов друг о друге. О стереотипах я говорить не хочу. Я больше хочу говорить о каком-то таком адекватном представлении о стране. Экологически чистый климат, сортировка мусора, круто перестроенные советские пятиэтажки, много рыбы, много ягод, лоси, которые выходят чуть ли не в центры крупных городов. Люди со спокойным таким нордическим характером. Опять же, Лапландия, Санта-Клаус, олени, Туве Янсен. Да, она, конечно, писала на шведском, но, тем не менее, она имеет прямое отношение этнически к Финляндии. В общем, место популярного шоппинга для всех жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти, молочные продукты, что мы еще можем подумать про Финляндию. Ну, в общем, интересная культура, интересная история, частично общая с нами, частично раздельная. Я сразу хочу извиниться, потому что мои познания в финском языке ограничиваются годами учебы в университете, когда мы изучали мировую культуру, и там были какие-то культурные деятели, связанные с Финляндией. Ну и, собственно, в рамках самого курса мировой истории, это политические в основном деятели. Ну и какое-то количество музыки финского происхождения я, собственно, тоже слушала, особенно в юности, как и многие в моем поколении, кто был неформалом, я любила группу Хим и Велевала. Я с симпатией отношусь к музыке группы Children of Bodom, но не то, чтобы прям, знаете, фанатеть. В общем, если я неправильно произношу название на финском, сори, я финский просто не знаю, вот. Но, тем не менее, я пыталась гуглить, я пыталась слушать Google Translate, но не все у меня хорошо наверняка получится. Итак, бренд Накуна. Сейчас у марки пять ароматов. Появилась она в 2019 году. Ее создатели Анну Игони и Якови Йолла. Собственно, знакомые между собой, что вполне понятно, ребята, которые в какой-то момент решили уйти от работы на дядю, скажем так, и создать что-то свое. И вот на волне этого всего парфюмерного ренессанса, который у нас происходит в последние годы, собственно, пришла идея создать свою марку, которая будет посвящена природе родной страны и тем, как мы путешествуем из своей родины. В данном случае для них это из Финляндии. А куда-то в другие страны возвращаемся обратно, привозим воспоминания, и они греют нам душу. И при этом это все как-то сливается с восприятием своей. У меня, кстати, сова, это, в принципе, тоже северная птица, она на кофте. Сливается с восприятием родной земли. В общем, все такое вот про природу. Я, конечно, сильно возлагала надежды на то, что бренд будет суперприродный. Про северные леса, про какую-нибудь морожку, что-то такое, может быть, про какие-то местные сказки. И в этом смысле он меня, конечно, подразочаровал. Это скорее история про такой вот конвенциальный нишевый бренд, который идет по пути. Мы будем не как в люксе. Мы будем пытаться сделать что-то свое. Иногда у нас будет получаться, иногда не будет. Но в любом случае вот куда-то в это направление. А что же им удалось сделать? Давайте не перейдем непосредственно к этому. Да, кстати, ребята сами создатели, но они не парфюмеры. А парфюмеры у них несколько. Все это производится на концерне Живодан. И в частности на них работает Ян Ванье и Оливье Пишо. В общем, погуглите, если не знаете, кто это такие. В общем-то, такие достаточно уже известные среди не мэтров парфюмеров люди. У марки, как я уже сказала, 5 ароматов. У них достаточно симпатичные флаконы. Я оставлю на них внизу ссылки на сайт. И вы там уже можете посмотреть подробно, узнать цены, возможности шиппинга, если вдруг вас что-то заинтересует. Потому что там есть в том числе наборы сэмплов. Кстати, что мне понравилось? Никаких пакетиков, никаких целлофанов. То есть у них вот две открытки были вложены, собственно, 5 сэмплов каждого аромата. И все это было упаковано в холщовый мешочек. Никаких пленок и всего остального не было. Что тоже такой приветик в сторону экологичности, осознанности современного мира. Итак, первый аромат... А, к слову сказать, само название Накуна, как я нагуглила, переводится в сыром виде. Я не очень поняла, что это значит. Но если это в контексте в природном виде, в натуральном виде, то, в общем, звучит как нечто логичное. Опять же, в контексте вообще страны, культуры и так далее. Первый аромат называется ИКО или ИХО, ИХО, ИХО. И переводится как кожа, ну, в данном случае это в контексте кожа человека, скин, да, не лезер. И это вот одно направление с таким ароматом, как, например, Овер Зе Маск, Мюглер, на какие-то, может быть, объятия, Донте Бра, Фредерико Маля. Это тихие, мягкие мускусы с небольшим количеством древесности, с легкой-легкой-легкой сластинкой. Он не громкий. Я вот его нанесла на просто стикер с клейким слоем. И я чувствую, как из-под аромата пробивается запах бумаги. И, кстати, это вполне органично сливается одно в другое. Что касается описания здесь у нас, это про игру изломов и прямых линий. Интимный, немного анималистичный, кашмировый аккорд, нежный аромат, который приглашает вас к ласке, унисекс. Но при этом, знаете, чтобы сказать, ласки в смысле в сексуальном контексте, знаете, но если это прям такое совсем начало прелюдии, потому что вот сексуальных коннотаций я, по крайней мере, в этом аромате не слышу. В нем нет ничего там развратного, физиологичного, да, и чего-то такого. Это скорее про такую вот обнимашки в кровати утром, да, и что-то в этом плане. По пирамиде. Кедр, алибанум, гояковое дерево, санда, ламбра, бензоин, ванили. Звучит, как это будет что-то прям. Ух! Нет, вообще нифига. Это очень мягко, это очень интимно, это очень приятно. Я, мне кажется, немножко переела таких ароматов, и я очень мало их ношу в последнее время, но, тем не менее, этим очень приятно пахнуть. Это не раздражает, это не бесит, это вот прям такой вот парфюмерный штиль, когда хочется, наверное, перезагрузиться как-то, когда настроение такое прям домашнее, домашне-постельное, да, когда вы проводите там весь день в своей пижаме, вот такого плана ароматы, они вообще очень хороши. Поэтому, если вы это любите, то вот Ихо, я бы прям, да, рекомендовала к нему присмотреться. Следующий аромат называется Аванда, и когда я загуглила, собственно, название, перевод названия, я получила, что это дыра во льду, хотя уже сейчас я понимаю, что имелось в виду все-таки прорубь, наверное, но вот дыра во льду, во льду мне очень нравится, когда звучит. Итак, это у нас бодрый ледяной цитрус, смешивается с морским аккордом и хрустящими цветами. Долгоиграющий аромат, который что-то типа пробуждает чувства, очищает вашу душу, унисекс. Ноты цитрус, морской аккорд, гринграсс, зеленая трава, чайная роза, жасмин, кедр, мускус. Сначала он был, правда, таким холодным цитрусом, потом постепенно трансформировался в запах, для меня так пахнет, стиральный порошок, морская свежесть. В нем, кстати, да, можно найти какие-то отсылочки к, опять же, северной природе, к какой-то, не знаю, культуре моржевания, может быть, к чему-то такому, но все-таки вот этот вот запах иди ко мне, иди ко мне. Но все-таки сам по себе ой, у меня пытался прийти кот, но у него ничего не получилось. Иди сюда, Герасий. Но для меня это неносибельная история. Я не люблю такого плана цитрусы, мне тяжело с такими ароматами. Но если вы любите холодные морские цитрусовые аккорды, возможно, это ваш случай, но совершенно точно не мой. Не знаю, вы любитель зимней рыбалки, например, или что-то в этом духе. Следующий аромат называется Митту Мари. Здесь еще милая легенда. Переводится это, вот опять же, Google Translate мне перевел как шкала измерения. Пудровые цветы со свежим бергамотом дают аккорд розы и, ну, типа, с аккордом розы и фиалки. Сорвите семь цветов, положите их под подушку, и ваша будущая любовь придет к вам во сне. Аромат женский. По нотам у нас здесь бергамот, фиалковый лист, розовый перец, роза, фиалка, иланг, иланг, элеотроп, москус, сандал и ваниль. Это, друзья мои, история про аромат White Rose Flores, если вы знаете. То есть это классическая фиалковая роза, которая вроде как про розу, но фиалкой по итогу пахнет немножко больше. То есть такая прям пудровая-пудровая. Вот это вот примерно про это, но отличает его и даже в каком-то смысле выгодную сторону, потому что он становится более теплым и более дружественным. Аккурт гелиотропа. Гелиотроп, он все-таки дает такую вот шоколадную хластинку, аромату, и это делает его несколько нежнее. Я люблю розы, но вот именно такие розы, это мое самое нелюбимое направление в розах, наверное, наряду с розами удовыми. И то удовы я не люблю скорее, потому что я их наелась, а фиалки я не люблю в целом как жанр. Но если бы я испытывала потребность в аромате еще одном, потому что у меня есть белая роза и мне вот так вот этого направления, на тему фиалковых роз, вы знаете, я бы, возможно, даже подумала в сторону покупки, потому что сделано это хорошо, я несколько раз его носила, мне понравилось. Ну и да, действительно симпатичная легенда, чего уж там. Следующий аромат называется ралли, здесь, собственно, Google Translate не подсказал ничего, кроме того, что это ралли. Да и, собственно, по контексту описания здесь все понятно, это восточный аромат о путешественнике, который ищет, о кочевнике, вернее, который ищет в экспедициях какие-то острые ощущения. Роза, экзотическое удовое дерево, слитый со сладкой амброй, которые дают нежный, но при этом непослушный аромат, унисекс. Роза, кедр, сандал, уд, пачули, амбра, мускус ванили. Действительно, он про розу, про уд и про амбру. В первую очередь, про уд, роза и амбра здесь на подпевках. Если вы такое направление любите, это, возможно, то, к чему стоило бы присмотреться, потому что, в общем, неплохо сделано, но я такое просто не ем. Это вот, опять же, я не люблю уд, как таковой. Там есть всего пара удов, которые вызывают у меня чувство близкое к симпатии. И мне их вот, правда, выше крыша. Но в целом, это приятно. Больше ничего не могу сказать, опять же, потому что я не любитель. Отторжение он не вызвал, и слава богу. И пятый аромат называется мушта. Переводится это как чернить. И здесь у нас история про спокойствие холодного ладана черного цвета и деготь, которые в смеси с чувственными специями дают какой-то так вот... Ну, в общем, короче, черный москус, черный ладан, деготь и здесь комбинированы с чувственными специями и восточным теплом, а не секс. Специи леза, кожа, соответственно, ладан, деготь, мускус, амбра, ваниль, мира и пачули. И вот тут вот, знаете, хочется, как опытная дама, сказать, разговоров-то было, потому что я ожидала, что это будет прям вот то, что мне нравится, мира, ладан, да, восточные смолы, еще и дегтя туда добавили, что это будет что-то такое на стыке ближнего востока и севера, когда вроде бы у нас есть какие-то горячие специи и вроде как ладан он там родом из омана и при этом это все в каких-то таких декорациях северного леса, что это будет такая вот борьба контрастов противоположностей, а на самом деле это запах дегтярного мыла. У меня есть приятель, с которым мы когда-то снимали вместе квартиру и вот у Ванечки, у него любимые духи всегда были дегтярное мыло, у него было дегтярное мыло, дегтярный шампунь, дегтярный гель для душа. После того, как он шел в душ, просто все пахло этим дегтярным. Я хорошо отношусь к запаху дегтярного мыла, но я теперь совершенно точно, знаете, его узнаю всегда и везде, хотя в общем мы уже довольно давно не живем вместе. И вот если вы собственно тоже любите дегтярное мыло, ну например в Иване, это ваш случай. Вот прям, да. В остальных мне кажется не докрутили, мне кажется не докрутили, потому что вот обещаний было гораздо больше чего-то такого прям ухо интересного, необычного, но не дожали эту идею. Собственно, он остановился где-то в фазе дегтя, и он с нее начинается, там так ладан робко пытается пробиться. Вот, и собственно этой самой фазой дегтярного мыла он и уходит с вашей кожи. если подводить итог. Симпатично? Да. В остальном ваши ожидания, ваши проблемы. Я представляла себе немножко другое, и то, что я представляла, я не получила. Но, возможно, люди не ставили себе целью оправдать мои ожидания. Из пяти ароматов два мне кажутся симпатичными. Это Меттунари и Ихо, то есть тот, который мускусный, и тот, который роза с фиалками. Три других оказались абсолютно мимо меня. Ну, в общем-то, с двумя было и так понятно, потому что, что Уды с Амбрами, что, собственно, Проруби и Маржевани, это точно не то, не другое, не мои истории. Было интересно, безусловно. Я оставлю внизу обязательно ссылки и на сайт, и на все, на все, на все. Если вдруг вас заинтересовало, найдете там всю информацию, не спрашивайте, пожалуйста, у меня как купить. Я здесь немножко не для этого. Дальше у меня, собственно, по бренду Накуна все. И дальше у меня будет такое небольшое обращение к людям, которые живут в других странах, потому что, если вдруг вы живете, я не знаю, например, в Польше, в Чехии, или в Норвегии, или в Бразилии, или в Австралии, в общем, у вас есть какие-то бренды, которые неизвестны на нашем рынке, но вам было бы интересно послушать мое о них мнение, то помогите мне соединиться с сэмплами. Наверняка у вас есть какие-то маленькие марки, о которых мало кто знает, но они достаточно интересные. Я с радостью приму в дар, я готова оплатить или пересылку, или полную стоимость пересылки всего, потому что, если я буду ко всем своим делам еще и гуглить, какие парфюмерные бренды существуют на Мадагаскаре, у меня, кстати, есть один зритель с Мадагаскара, хотя я подозреваю, что все-таки это король Джулиан, по крайней мере, мне хотелось бы в это верить, то у меня совсем не останется свободного времени, вы наверняка знаете, что происходит в вашей стране, в общем, помогите мне, пожалуйста, вас соединиться с парфюмерной брендой, потому что я хочу, чтобы эта рубрика у нас жила. Следующая на очереди Армения, видео будет совсем скоро, и оно будет, наверное, еще больше, потому что там гораздо больше ароматов. Вот, а пока, если вдруг вы знакомы с Накуна, то пишите в комментариях, что и как, какие у вас впечатления. Если не знакомы, пишите, стало ли вам интересно, потому что, опять-таки, я рассказываю все-таки не просто так, а чтобы, возможно, вы узнали что-то новое, заинтересовались чем-то, чтобы попробовать. Для меня марка оказалась интересной, хотя, как я уже сказала, не совсем такой, как я ее себе представляла, когда ко мне эти самые сэмплы еще добирались. Вот, а на этом все. не забывайте подписываться, не забывайте лайкать, не забывайте заглядывать в инфобокс, смотреть на всякую полезную информацию, подписываться на мой телеграм и инстаграм, вот, можете поддержать канал материально, если вам нравится то, что я делаю, у вас есть такая возможность. А я за всем все, целую, обнимаю, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok